Всем привет, друзья! С вами Никодим, и мы продолжаем наше большое прохождение игры Oxygenote Included на астероиде Изумрудии. У нас заканчивается 46-й сол, в прошлой серии мы сделали довольно много, но сегодня нам предстоит сделать еще больше. Серия, наверное, получится больше технической, потому что я хочу, во-первых, прокопаться к космосу, во-вторых, я хочу прокопаться к нефти, и в-третьих, немножко наладить быт на нашей базе. Ну что ж, давайте начнем. Я заметил, что у меня очень хорошо едят грибы, поэтому я добавлю вот сюда. Так, вот сюда можно 5 штучек добавить, выкапываем для них место, и здесь вот семена, которые вот уже гриб один созрел, мы будем высаживать и дальше. Все, наступает ночь, у нас дубликанты пошли спать. Как я вижу, здесь у нас проблемы, они не могут досюда добраться, и вот здесь они тоже не могут ничего выкопать, поэтому тоже все выкапываем. Что ж, сделали. Дальше. Я думаю, что нужно здесь поставить какие-нибудь картины, но сначала давайте посмотрим, какие у нас новые объекты для печати. Итак, семя веселиста не нужно, храпун, ну, наверное, нет, разрушитель, плакса, обжора, трипофоб, рытье, техника, декоратор, бонус к моральному духу от декора. Не может копать. Знаете, а вот это вот у нас очень хороший человек. Здесь чувствительный кишечник, пищевое отравление, физическая форма, торопышка, скорость использования туалета, плакса. Джоуши тоже у нас очень хорошие. Смотрите, строительство лекарства кулинарии, физическая форма и иммунитет к пищевому отравлению. Здесь же у нас творчество и техника. Техника нам в скором времени понадобится, тем более плюс семь. Управленец он у нас. Я почему-то больше склоняюсь вот к торопышке и стальной желудок, потому что эти две наиболее выгодные характеристики. Да, давайте возьмем Джоуши, печатаем его. И у меня есть список. Вы предлагаете называть дубликантов вашими именами. Посмотрите, у нас уже в колонии есть девять, восемь было дубликантов. Сейчас девятый Джоуши появился. Давайте я поставлю на паузу и посмотрю, кто у нас следующий по очереди. И следующий у меня по списку Семен, и он будет бегуном, потому что у него хорошая физическая форма. Ну что ж, отпускаем с паузы. Пока я на первой скорости немножко поиграю, для того, чтобы вспомнить все, что мы делали в предыдущей серии. Так, давайте посмотрим. Здесь по комнатам сначала все проверим. Здесь у нас первая комната. Да, все комнаты у нас есть. Вот эти комнаты нужно достроить, чтобы они тоже были жилые, и переселить сюда людей. Теперь здесь. Кстати, если я вот здесь прокопаю... Давайте попробуем этот эксперимент. Если я вот так вот прокопаю здесь комнату, то у нас объединится и будет единый целый парк с бонусом морального духа плюс шесть. Слушайте, это вообще великолепно тогда получится. Да, давайте его так и оставим. Здесь они сейчас поспят. Да, наверное, можно уже на вторую скорость увеличивать. Что у нас с кислородом? С кислородом все в порядке, но у нас в этой половине нет кислорода. Поэтому, друзья, мы сейчас проведем кислород, наверное, вот так вот из гранита. И я думаю, что вот здесь мы его проведем, вот сюда, в первую очередь, чтобы здесь у нас был кислород. Здесь, чтобы тоже добавить кислород. Тут тоже будем кислород добавлять. Обычные газовые клапаны, потому что у них есть определенный фиксатор давления, больше которого дубликанты уже будут недовольны. И я даже думаю, знаете что, друзья, давайте опустим и вот сюда тоже, вот так вот кислород, чтобы здесь люди могли дышать. Потому что они сюда часто прибегают. И посмотрите, они задерживают дыхание, что есть не очень хорошо. Но все, кислород идет, здесь идет. Мне не нравится, что у нас вот этот газовый насос работает практически в холостой. Вы посмотрите, какое у нас здесь давление. 8 грамм. Нет, мне это не нравится. Давайте поставим автоматический датчик атмосферный, что только... А здесь некуда ставить. Плохо. Вот сюда тогда поставим. Что только после превышения какого-то давления, только после этого у нас будет срабатывать вот этот вот насос. И отсасывать у нас здесь природный газ. Сначала посмотрим. Да, у нас здесь много природного газа, вакуум, углекислый газ и немножко кислорода. Хорошо. Значит, так и сделаем. Потому что он все равно не успевает запустить вот этот генератор природного газа. И это будет правильнее. Сейчас они... Кислорода здесь нет. Что у нас вообще по карте кислорода? На базе кислорода навалом. Здесь тоже все хорошо. Прокапываются они у нас вверх. Я вот думаю, где лучше прокопаться вверх. Смотрите, если мы пойдем копаться здесь, то мы обрушим очень много воды. Следовательно, это место нам не особо сильно подходит. Дальше здесь. Как я вижу, здесь одни пустоты. И вот здесь у нас тоже много пустоты. Можно попытаться прокапываться. Ну, давайте вот отсюда начнем. Шест у нас уже есть. Да. Давайте попробуем. Вот так прокопаемся. Дадим им задание. И посмотрим, где у нас там космос. Теперь посмотрим, что у нас насчет низа. Здесь очень большая лестница. Я боюсь, как бы не было глюков. Вот такие вот глюки. Они не хорошие. Поэтому мы выкорчевываем это дерево. Здесь поставим лестницу. Ее сейчас поставить невозможно. Из-за ветви дерева. Видите? Ветки не дают здесь поставиться. Здесь у нас от старой жизни остались вот эти вот двери. Мы их тоже разрушаем. Причем обе, я думаю, разрушить. Вот так вот. И поставим здесь нормальную лестницу, чтобы у нас дубликанты ходили. И у них все было хорошо. Вот так из гранита красивые лестницы поставим. Здесь тоже самое. Так, здесь они выкопали нечаянно. Но ладно. Я им дал задание провести трубу. Поэтому здесь тоже вот досюда проделываем. Так, ну вроде бы мы им задание дали. Все в порядке. Водород есть. Кислород у нас тоже есть. Вода поступает. Что у нас с электрической схемой? Ага, у нас вот это никак нормально не запустится. И вот здесь мне очень дико не нравится, друзья. Объясню почему. Смотрите. У нас вот эта схема самодостаточная. Я еще подключил сюда два насоса. Поэтому у нас постоянно заканчивается водород. Что я думаю? Я думаю, что нужно будет провести провод вот отсюда. Вот так наверх. И когда они проведут, вот здесь мы разорвем цепочку. Чтобы у нас вот эта схема никогда... Вот она сейчас, видите, остановилась. Чтобы она никогда вообще не останавливалась. Я думаю, что здесь нужно поставить дополнительный генератор. Вот этот генератор, который ветви дерева сжигает. Да, потому что у нас нету больше нормальных генераторов. Нефтяной. Нефть мы еще не нашли. Вернее, нашли там одну капельку. Но это все не настоящее. Поэтому давайте вот так вот сейчас подсоединим. Да, здесь у нас какой приоритет? Пятый. Лучше поставить чуть-чуть побольше, чтобы они начали здесь заниматься. Вообще, давайте проверим приоритеты. Мне не нравится, что здесь очень много всего. Вот здесь, например, зачем такой высокий? Здесь тоже не нужен. Здесь тоже, наверное, не нужен такой высокий приоритет. Здесь девятый тоже не понадобится. Все остальное у нас вроде бы правильно. Пятый, пятый, чтобы нигде не спешить. Тут какие-то провода остаточные остались. Нет, не нужно нам больше. Все. Теперь по поводу воронок и всяких гейзеров. Вы сказали мне прокопайтесь, пожалуйста, Никодим, вот сюда и вот сюда. А еще вы где-то заметили вот здесь. Да, давайте посмотрим, что это будут за воронки. Я их запускать не буду, потому что мне пока они не нужны. Да, давайте сейчас посмотрим. Здесь мы как можем пройти? Здесь, я думаю, мы сможем пройти через верх. Вот так вот, если прокопаемся. Так, они здесь спустятся, пробегут и вот сюда забегут. Вода. Вода, кстати, может у нас вытечь, поэтому вот здесь так делаем. Он сюда не потечет, а сюда, но если даже потечет, ничего страшного не будет. Посмотрим, что, во-первых, это загейзер. Во-вторых, я думаю, нужно посмотреть, что вот это за гейзер. Так, тут пройдет. Здесь, наверное, тут можно вот так подняться. Здесь он пройдет. Дальше мы идем вот сюда и потихонечку посмотрим, что это за гейзер. Вот так. Так, два гейзера мы изучили. Где у нас еще какие гейзеры есть? Значит, начинается новый день. Здесь изучим, здесь изучим. Здесь не очень удобный у нас проход гейзером. Тут везде слизь, везде все плохо. Это мне не нравится. Давайте сейчас лестницу везде доделаем. Ага, здесь они не могут доделать из-за проблем. А здесь мы лестницу прямо сейчас вот так вот дополнительно еще и поставим. Все. Смотрите, лестницу они сделали. Носить они будут. Задерживают дыхание. Это на самом деле не очень хорошо. Капелька нефти у нас есть. Я думаю, давайте копаться лучше здесь. Вот где у нас? Вот у нас отличный проход. Вот поэтому здесь добавляем вот так вот лестницу и будем копаться. Так, у нас здесь еще один. Причем я вижу, что это воронка. Почему-то она не показывается, какая она именно воронка. Вот когда вот такой хвостик, это понятно, что это будет, скорее всего, воронка. Может быть, соленой воды? Ну, так. По-любому тут нужно прокопаться, посмотреть, что это такое. Я даже поставлю вот это вот на шестой приоритет для того, чтобы они подкопались у нас, посмотрели. А почему-то здесь копаться не могут. Лестницу не могут делать. А потому что здесь непосредственно сама воронка. Тогда делаем следующим образом. Вот так вот подкапываемся, смотрим, что здесь находится. И потом уже принимаем решение все это раскапывать. Нужно нам вообще это или не нужно? Все. Давайте вот так вот. Скорость можно, я думаю, увеличить на максимальную. У нас 48-й цикл заканчивается. Здесь сейчас они доделают все у нас трубы, подключат нижние трубы. Что у нас с водой? Вода пока есть, здесь все тоже есть. Я думаю, сразу же нужно провести трубы еще и вот здесь, потом для зацикливания. Поэтому не будем ждать, что у нас термореактивен. Гранит. Давайте из гранита сделаем. Вот так, наверное, мы сделаем трубы. Мы добавили Семена-бегуна. Отлично. Наверное, навыки можно прокачать Семену-бегуну и Ане-ученому. Так, у него создание лекарств, гриль и улучшенное строительство. Интересный такой бегун у нас. Но давайте, что нам тут важнее? Строительство, гриль. Наверное, гриль мы ему поставим. А Ане-ученый у нас астрономия. Это слишком рано астрономия. Я лучше улучшенную переноску сделаю для нее. Это будет по-полезней для всей нашей колонии. Ну что ж, собирают. У нас здесь скапливается пищевик. Его никто не относит. Почему? Вопрос. Вот же у нас стоит ящик для еды. Давайте поставим тогда сюда какой-нибудь восьмой приоритет. Может быть, они догадаются наконец-то и будут здесь приносить. Да, все, начали носить. Все, понесли. Нормально. Сейчас они доделают у нас газовую трубу. Здесь у нас мы встали из-за электроэнергии. Да, нужно будет разрывать вот этот вот провод, потому что он у нас сильно нагружает всю нашу схему. И здесь пока мы включаем строение, ставим его на седьмой приоритет. Все. Здесь они достраивают. Достраивают. Алюминия нужно побольше сделать. Известь тоже на будущее нужно сделать. Здесь у нас одна штука есть. Золото. Так, 11 тонн. Ну вот так вот три штучки сделаем. Наверное, алюминия прям надо вот побольше. Шестой приоритет стоит. Все, нормально. Мы им все распланировали. Все они у нас будут делать. Вулканов у нас всяких. Вот еще один есть. Но давайте его тоже посмотрим. Тоже прокопаемся. Посмотрим, что это у нас вот за гейзер или вулкан или еще что-нибудь. Вот так. Если мы пройдем, то нормально будет. Да, да. Вот так вот прокопаемся. Посмотрим, что это тоже такое. Так, что у нас с температурой на базе? Температура великолепная. Все спят. Здесь у нас вот этот генератор нагревается. Отлично все. Так, комната у них прервалась. Следовательно, морального духа здесь не прибавляется. Я думаю, сразу же поставить ручной шлюз для того, чтобы... Причем его надо приоритет повысить на девятый, чтобы комната была сразу же. И, возможно... Ну ладно, с трубой пока подождем. Сейчас пока остальное все доделаем. Расписание по умолчанию. Недостаточная выработка кислорода. Я знаю. Да, все, начинается выработка кислорода. Здесь надо сделать тоже как можно быстрее. Во, прокопались. Что это такое? Гейзер. Ох ты, друзья, как нам повезло. Гейзер природного газа. Так, давайте думать. Смотрите. Вот у нас природный газ. Вот у нас, кстати, генератор природного газа. Следовательно, нужно будет вести трубу наверх. Ну что ж, давайте сейчас обложим это все кожухом. Он у нас, если не ошибаюсь, очень горячий. Там должно быть написано. Давайте прочитаем. Итак, природный газ при температуре 150 градусов. Вырывается раз в 314 секунд. Так. Ну, его еще нужно будет подробнее изучить. Но, в принципе, все понятно. Давайте сейчас на вот так шестом приоритете разрушаем эту клетку. Дальше делаем кожух из теплоизолированной клетки. Вот так, наверное, получится. Да? Да. Так, доделываем здесь все. Здесь у нас пойдет лестница. Поставим здесь насос. Следовательно, вот так будет у нас. И, значит, нужно прокопаться. Вот так на шестом приоритете. Отлично они работают. И здесь у нас пойдет лестница для того, чтобы снизу зайти и все сделать. Причем даже, давайте посмотрим, можем ли мы идти вниз. Тут у нас хлор. Так, а тут у нас черная неизвестность. А я хотел как раз прокопаться к нефти. Знаете что? Если здесь поставить дверь, то хлор наверх не пойдет. Он будет здесь собираться у нас. Его можно будет вообще отвезти куда-нибудь в сторону, этот хлор. Да, давайте сейчас, наверное, так и сделаем. Что ж, теперь лестницу нужно поставить еще и вот так, наверное. Вот так, чтобы они смогли зайти и здесь все откопать. Ну все, друзья, сделали. Я пока, знаете, как сделаю? Чтобы удобнее им было работать, я пока сделаю вот так вот лестницу. Чтобы они сюда зашли, здесь у нас все выкопали. И потом, чтобы поставили здесь оборудование. Потом они доделают кожух у нас. Вот здесь мы тоже закроем. И вообще, наверное, входа здесь делать не нужно. Давайте проводить сразу же трубу, теплоизолированную, наверное. Да, наверное, теплоизолированная труба у нас пойдет из магма, гранит, осадочной породы. Но тут сложно сказать, потому что все они плохие. Давайте пока из гранита сделаем. Итак, у нас газовый насос будет стоять примерно вот, наверное, в этом месте. Или вот в этом, или вот в этом. Ну, короче, не важно. Пойдем вверх. А еще нужно будет поставить датчик атмосферы, чтобы выключать и включать его можно было. Ладно. Ну что ж, давайте сейчас вот этой вот теплоизолированной трубкой пойдем вот так, вот так. Здесь пойдем наверх. Так, и вот у нас уже есть фильтр. Наверное, вот сюда можно доделать. Сюда. И добавить вот сюда. Смотрите, какой смысл будет. У нас этот газ попадет сразу в фильтр. Отсортируется природный газ. Потому что я не уверен, что здесь всегда будет природный газ. Здесь вон у нас водород, хлор, кислород, всего навалом. Поэтому они сейчас вот здесь доделают. Здесь он отсортируется. И вот этот генератор у нас будет постоянно работать. Кстати, мы можем здесь поставить еще второй генератор. И получать электроэнергию в два раза больше. Мне кажется, это просто великолепная идея. Да, давайте ее так и оставим. Все. Значит, мы распланировали себе работу на ближайшее будущее. Ну, пока все идет нормально. О, у нас доступны новые объекты для печати. Как-то прям вот очень быстро. Смотрите, нам прислали воду. Чистая вода. Не так уж и много. Здесь у нас разрушитель сразу нет. Плакса. Агрокультура. Качок. Устойчивость к микробам. Нет, не хотелось. Смотрите, разрушитель нам не подходит. Сразу его тогда отметаем. Здесь устойчивость к микробам тоже нет. Потому что у нас болезни все-таки распространяются. Но здесь жаворных есть. Кстати, у нас есть сова. Я забыл ей дать расписание. Сейчас обязательно дадим. Устойчивость к микробам, устойчивость к микробам. Нет, к сожалению, в этот раз я не возьму людей. К тому же у нас с едой... Нет, с едой более-менее нормально. Давайте лучше возьмем воду. Теперь делаем расписание, друзья. Я точно помню, что да, у нас была сова. На паузу поставим. Добавляем сюда отдельно сову. Пусть сова у нас по ночам вот так вот работает. Вот так. Все, по ночам она у нас прекрасно работает. Когда наступает утро, у нее наступает перерыв, а потом она спит. Это наша сова. После того, как она поспит, наверное, ей нужно сходить в ванну и после этого работать весь вечер и всю ночь на благо нашей колонии. Все. Валентин у нас сова, поэтому он будет работать отдельно. Хорошо, что я вспомнил про это. Жаворных нам попался, поэтому вспомнил. Ну ладно, сейчас они доделают у нас вот здесь вот трубы. Везде у нас пойдет кислород. Так, может быть, как-то их заставить ускориться, потому что бегают они зажавший рот. Это неправильно. И все тут происходит. Пищевик весь собрали. Давайте уменьшим здесь приоритет опять. Не нужно так много. К тому же нам нужно, чтобы этот пищевик гнил, друзья. Для чего это нужно? Для того, чтобы кормить крабушков. Потому что они очень любят гнилую еду. Так что все оставляем. Здесь все в порядке. И здесь. Ну что ж, вы как прям вот бегаете. Давайте вот так вот отключить строение. Вот так, чтобы они больше сюда не приходили. Все, здесь зарядилось. Водород у нас есть. Я даже думаю, что можно будет отключить нас совсем. Так, что у нас по поводу прокопок. С прокопками в порядке. Здесь, кстати, может быть, тоже прокопаться вверх. Так, у нас здесь углекислый газ, водород. Углекислый газ пойдет вниз. Где же у нас космос-то? Ну, будем думать, что давайте. Вот это у нас хорошая линия. Когда вода закончится, мы здесь сможем пойти вниз. Вот к этому черному зданию. Здесь они уже доделали. Нет, они почему-то ничего не хотят делать. Только затопили плохой водой. Но в колонии мы развиваемся очень неплохо. Но ладно, друзья. Смотрите, заболеваний у нас нету. Нервных у нас тоже нету. В колонии все развивается органично. Сейчас мы поспим. 50-й цикл у нас закончился. И будем вот здесь вот выкапываться. Природный газ. Доделаем трубу до конца. А, еще сюда нужно будет подвести обязательно электроэнергию. Хорошо бы сразу подвести большими проводами. Давайте вспомним, где у нас находится подключение электричества. Он находится у нас вверху. Что ж, давайте сейчас подключим. Что-то у нас исследование какое-то завершено. Металлургический станок и металлическая клетка. Отлично. Не выбрано целеследование. Давайте выберем ее. Подумаем, что нам нужно в первую очередь. Наверное, это все-таки не нужно. Не нужно. Вот, мощные провода нам нужны 100%. А потом нам, я думаю, будет нужен конвейер. А потом изучим декорацию и пойдем вот сюда в космос. Ну все, запланировали. Короче, планы у нас на ближайшее время есть. Отпускаем с паузы. Начинают они работать. Давайте посмотрим, во-первых, по кислороду. С кислородом у нас 2, 2, 1,9. Ну тоже 2, считай. Здесь тоже 2, это не считается. 1,6, 1,7, 1,5. Да, сейчас, когда здесь делают трубы, сюда пойдет кислород. Это хорошо. Здесь у нас везде двоечка. Это тоже все прекрасно. Теперь дальше. Сейчас посмотрим по газам. Кислород, это что такое? Хлор. Откуда взялся хлор? Так, где у нас? Ну, в принципе, эти капли хлора даже полезны, потому что у нас здесь кое-где бактерии летают. Вот у нас 1 капля хлора, 2. И вот здесь много будет хлора, 1,2, 1,1. Но не так, что здесь и много хлора. Если что, мы здесь сделаем какую-нибудь дверь и не пропустим хлор на нашу базу. Так, с этим мы тоже справились. С температурой. Температура у нас просто великолепная. Нам надо доделать как можно быстрее вот эти вот трубы и газовые трубы. Не знаю, почему они вообще ничего не делают. У нас как с приоритетами? Давайте все уменьшим на пятерку. Все, что можно, уменьшим на пятерку. Здесь 5, 5. Да, у нас и так все уже уменьшено. И нам нужно будет все-таки собирать все с пола, потому что если вы посмотрите вот на декорирование, вот на эту грязь, она в том числе еще и красная, потому что у нас вот минус огромный декор дает вот валяющиеся вещи на полу. И несмотря на то, что здесь у нас люди спят, что у нас по комнатам? Да, здесь комната в порядке, в порядке, в порядке. О, получилась наша кухня, которая состоит из заповедника кухни. Отлично, плюс 9 моральный дух, следовательно, все. У нас тут все великолепно. И просто теперь ждем так, чтобы они побыстрее у нас сделали эти грибы. И непосредственно найдем где-нибудь сами грибы. А грибы у нас, вот два гриба и вот еще один гриб. Да, мы сейчас быстро прокопаемся. Вот сюда. Раз. А потом прокопаемся еще и вот сюда. Вот раз. И, наверное, сразу же можно вот так прокопаться. Вот так. Так, все. Значит, раз, два, три, наверное, три гриба мы с вами возьмем. Три гриба мы там посадим. Грибы это очень хорошо. Грибы всегда дают хорошую еду. Там плюс моральный дух. Она довольно калорийная. И все в порядке. Гниль. Нам надо подождать, когда у нас загниет пищевое дерево. Вообще классно бы сделать как? Там, где у нас большая температура и много кислорода. Сейчас мы найдем такое. Ну, вот здесь можно, например, положить. Здесь у нас много кислорода. Вот здесь можно, кстати, сложить весь пищевик, чтобы он у нас быстрее гнил. Можно, кстати, сюда поставить. Да, давайте сейчас попробуем. Наверное, смотрите. Здесь у нас 32 градуса. Я что ж думаю. Давайте сейчас попробуем. Еда. Ящик для еды. Поставим сюда ящик для еды. Здесь поставим галочку. Только собирать пищевик. Они вот проходить будут. Это плохо. Ну, вот так. Здесь нужно закрыть, чтобы они больше сюда не ходили. Вот так. И вот здесь вот так. Они здесь больше не будут проходить. Вот так в обход они будут отбегать. Или сверху сделаем лестницу. Тут без разницы. Нарушился у нас парк. Да, нарушился из-за того, что я сделал вот здесь вот койки. И мне кажется, что нужно делать дополнительные еще койки. И дополнительные туалеты, друзья. Да. Давайте сразу распланируем. Потому что рано или поздно нам делать придется. Вот так вот. Нет, не из магматической породы. А из гранита. Вот у нас гранит. Потому что гранит дает плюс к декору. Здесь, если мы... Да, можно будет его сделать. Вот так. Дальше мы вот так делаем. Эту штуку придется у нас выкопать. Чтобы вот этот листик у нас ушел. Все равно у нас комната нарушена. А здесь у нас будет нормальная большая комната. Ну и дальше планируем точно так же. Здесь раз-два. Здесь раз-два. И здесь у нас раз-два. Все, будет 8 человек. У нас сейчас в колонии 9. Остальные будут спать в казарме. В принципе, это тоже казарма. Но такая улучшенная казарма. Улучшенная общага. Все. Ладно. Сделали. Так. Давайте теперь поставим сюда только пищевик. Итак, во-первых, только подмести. Во-вторых, нет. Во-вторых, поставим только пищевик. Вот у нас только пищевик. Проверяем по продовольствию. Правильно ли я сделал? Итак, пищевик минус 1 и 34 килокалории. Да, отлично. Здесь он у нас будет быстро гнить, превращаться в гниль. Мы его будем выкидывать и раздавать крабушкам. Я даже думаю, знаете, как сделаем? Вот так вот поставим на семерку. Весь пищевик и только подмести. Все отлично. Не охлаждается и кислород здесь горячий. Теперь собираем вот этот вот пищевик весь. Потом он у нас будет гнить. Вот здесь вот наверху сгниет. А почему он не может уйти? Что такое? Даша, строитель. Почему ты не можешь перейти? Стесняешься? Давайте поставим ей клеточку. Так, из гранита. Вот сюда. А, кошку зарыли. Ну и ладно, она сама захотела. Не будет ха... А, вон у нас обвалилась. Я все понял. Давай копай. И вот здесь тоже копай. Все, она теперь спокойно может выйти, все доделать. И все будет у нас лучше, чем у других. Я думаю, что уже можно назначать индивидуальные койки. Так, вы газовую эту трубу доделали? Они вообще ничего не делают. Вы только посмотрите. Пока пинкап отзад не дашь, никто ничего не делает. Что ж, тогда мы будем ускорять. Вот это все сделаете на седьмом приоритете. Так, сделали. Дальше трубу доделайте тоже на седьмом приоритете. Все, кислород пойдет сюда. И больше нам это будет не нужно. Главное, чтобы кислород оказался в этой части базы. Все, отлично. 52-й день у нас на базе закончился. У нас стресса нет, болезни нет. 9 дубликантов у нас живут. Мы сегодня добавили нового дубликанта. Пока все идет более чем отлично. Вот эту вывеску нужно будет разрушить. Вот так. А то я знаю, они будут очень долго разрушать, если не поставить 9-й приоритет. Что у нас здесь? Здесь они, похоже, все доделали. Трубу здесь тоже доделали. Отличненько. И электросхему. Электросхему пока еще не доделали. Мы сейчас изучаем хорошие провода. Толстые. Может быть, подождать. Сколько там осталось? Так, электропровода. Ну, совсем немножко, да. Я, наверное, дождусь нормальных проводов. Сделаю хорошие нормальные провода. Здесь нам придется тоже приоритет. Ну, вот как я не хочу делать большие приоритеты. Все равно приходится это делать. Вот так поставим на 7. Они сделают провод. Мы выключим этот насос, чтобы он нас не тратил электроэнергию. И все будет нормально. Здесь они сейчас все будут носить вот сюда. Вот не охлаждается. И атмосфера, обратите внимание, не стерильна. Если вы посмотрите вот сюда, тот, кто у нас стоит в углекислом газе, то написано «стерильная атмосфера». Это используется и в жизни. Используется 10% состав воздуха, в котором есть углекислый газ. И хранятся огромные запасы, например, мяса. Да, мясо немножко кислит после этого. Такой слегка кислый запах. Но оно свежее, хорошее и все нормально. Так, доступны опять новые объекты для печати. Песчаник атакует плакса-плакса-разрушитель. Храпун, нет, это сразу нет. Выбираем теперь между этих двух. Тормоз тоже сразу нет. Атакует сила иммунитета к пищевому отравлению. Знаете, друзья, а вот этот человек прям мне дико понравился. Песчаника у нас и так много. А вот пацифист с остальным желудком нам будет очень нужен. Давайте, добро пожаловать на базу. И сразу же выдадим ему следующее имя. Итак, у нас Ари. Сейчас я посмотрю по списку, кто у нас следующий по очереди. И следующий по очереди из моего списка это Вадим. Вадим сила, потому что у него такой навык очень прокачан. Все, давайте посмотрим, что у нас есть в навыках. Даша строитель. Молодец, прокачалась. Но раз ты любишь копать, вперед, будешь копать. Агроном, Прохор Агроном. Мы его делали только на фермерство. Да, давайте прибавим ему фермерство. Валентин творчество. Да, нам нужен эстетический дизайн вовремя. И чем быстрее ты прокачаешься до гениального искусства, тем будет лучше. И Вадим сила. Так, улучшенная переноска. Да, нам это будет очень нужно. Классный. У нас прям действительно собирается идеальная команда. А именно так называется наша колония. Идеальная команда. И у нас, поздравляю, друзья, уже 10 человек в нашей колонии. Кстати, вы удивитесь, но в этой игре есть задание. Нам нужно 12 дубликантов как минимум. Я думаю, что мы больше возьмем, чем 12. Например, 16 дубликантов возьмем. Так что имена, я боюсь, на всех не хватит. Но список у меня уже есть. И там пока еще 4 имени записано. Здесь нужно 200 циклов выживать, поддерживать моральный дух 16 и построить великий монумент. Мы, конечно же, друзья, все это сделаем. Сейчас они тут все у нас докопают, доделают. Здесь вот надо побыстрее все доделать. А, я понял, почему они не могут. Вот из-за этого. Сейчас мы тут увеличим приоритет. Нет, пятерка, семерка. Все. Как только они здесь сделают, они все выкопают. Здесь придется тоже, например, увеличить на седьмом приоритете. Зайдут, заодно воду спустят. Хлор. Хлор, конечно, хорошо. А что у нас с бактериями? Хлор нам пригодится в борьбе с бактериями. Так. Вот ближайшие бактерии у нас здесь. Дальше. Где еще? Вот у нас ближайшие бактерии. Так. И мне не нравится, что у нас вот здесь в таком маленьком заведении бегает крабушек. Вот тут еще и яйца. Давайте посмотрим. Теснота. Ну, в теснота и не в обиде, но зато у него скорость размножения маленькая. Давайте что-то с этим сейчас придумаем. Я предлагаю сделать следующее. Вот здесь мы тогда выкапываемся. Вот так вот. Здесь он прыгнет, здесь прыгнет, здесь все выкопает. Здесь достроит. Дальше клетки мы поставим вот так. А где там наш закопанный? Вот он у нас закопанный. Маленький шалун. Все. Здесь мы доделаем. И вообще надо посмотреть, чтобы здесь сделать нормальную стандартную комнату. 20. Где у нас 20? Вот так вот у нас будет 16. То есть комната закончится вот здесь. Все. Понятно. Значит, разрушаем на 9. И здесь добавляем тогда еще одну клетку. Все. И потом здесь... А, уже разрушили. Так быстро. Сюда они залезть не смогут. Точно не смогут. Поэтому увеличиваем вот здесь вот так. Все. Запрыгнут. Доделает. Потом мы ломаем эту стену. А вот эти крабушки вот так с обрыва спрыгнуть не смогут. Поэтому можно будет здесь все оставить. Я бы, знаете, что сделал? Я бы здесь поставил бы цветочный горшочек. Вот таким вот образом. И сюда бы сделал дружка. Чтобы у нас на базу вот эти даже маленькие бактерии никогда не проходили. Не говоря уже про большие бактерии. Вот у нас дружок один борется. Здесь поставим второй дружок. Все будет нормально. Так. Они пищевик уже собрали. Поэтому отменяем вот это все. Потому что нам некуда носить. У нас нет шкафчиков. Кстати, предлагайте, куда поставить шкафчики. Я не знаю. Мне на базе жалко вот эту всю хорошую территорию зеленую заставлять шкафами. Поэтому их ставить можно где-нибудь либо вот здесь. О! Откопали. Давайте посмотрим. Что это у нас тут за вулкан? Водный гейзер. Так, водный гейзер. При 95 градусах вода извергается. Слушайте, друзья. Я волновался, что у нас совсем нет воды. Но, во-первых, мы нашли воронку холодного пара. И теперь добываем воду чуть ли не в промышленных масштабах. Во-вторых, мы нашли гейзер воды. Водный гейзер. Он у нас пока спит. Ну и ладно, пусть спит. Мы будем знать, что у нас всегда здесь много воды. И здесь мы тоже что-то нашли. Воронку углекислого газа. Ну, я не знаю, зачем она будет нужна. Вполне возможно, что для выращивания каких-то животных и растений, которые вот у нас уже созрели. Итак, грибные споры, растения. На шестой приоритет ставим. Не понял, что случилось. Растения. Копировать настройки. Вот так вот все засадите здесь. Ну что ж вы никак доделать-то не можете. Трубы-то. Прям обязательно нужно вам давать суперкоманду. Ну, нате, раз вы так хотите работать под палкой. Вот так вот вам сейчас все проведем. Так, проверяем. Здесь трубу они доделали. Эту трубу я сделал лишь только для того, чтобы потом зациклить туалет. Мы вот тут вот порвем. И у нас будет зацикленный туалет. И будет много душей. Унитазов у нас прям вот мало совсем. Мне это дико не нравится. И у нас вот это вот резервуар для жидкости начинает заполняться. Ладно. Сейчас они тут доделают какие-то. Вот, пищевик. Так, он у нас уже гниет или не гниет? 57, 70. Да, смотрите, вот я прямо сейчас на глазах видел. Уменьшаются вот эти вот проценты. Чем быстрее он сгниет, тем будет лучше. Отлично, друзья. Мы потом всю эту гниль отдадим крабушкам. Они бедные у нас голодают, наверное. Давайте посмотрим. Да, у них грузь. Ой, голод. Блин, 8 циклов. Но надеюсь, что вот здесь они перепрыгнуть не может. Давайте поставим им клеточку, чтобы вот эти два крабушка прыгнули сюда-сюда и пошли кушать. Да, так будет, наверное, правильнее. Все. Значит, у нас есть водный гейзер, будем иметь в виду. У нас есть воронка углекислого газа. Тоже ее обязательно куда-нибудь применим. И где-то у нас еще была воронка. Вот эта. Так, как к ней лучше всего подкопаться? Так, чтобы не задеть вот эти все углекислые газы, воду и все остальное. Я думаю, что вот здесь вот прочная порода, прочная. Вот так вот, наверное, мы подкопаемся. Так. Смотрите, они запрыгнут сюда, потом сюда. Потом начнут копаться здесь. Но они здесь прокопаться, к сожалению, не смогут. Поэтому еще делаем вот так. Дальше у нас здесь золото, похоже, лежит. И вот отсюда. А можно сразу лестницу сделать. Да, давайте сразу же здесь делаем лестницу. Чтобы посмотреть, что там. Вот так прокопаются. А здесь вот сюда. Странно, почему они сразу прибежали работать здесь. Софья-копатель у нас сразу здесь копает. Ну все. И здесь мы, наверное, вот так вот сделаем. Посмотрим, что это тоже за воронка. Пока нам вроде бы везет. У нас есть замечательные воронки. Вот воронка природного газа. И пора ее уже начать осваивать. Итак, здесь немножечко прям вот совсем осталось прокопаться. Сейчас мы повысим немножко приоритет. У нас шестой. Вот почему они так быстро копаются. И вот так они выкопаются. Все. Смотрите, друзья, в чем тут дело. Мы поставим здесь газовый насос. Газовый насос будет выкачивать сюда. Он будет подавать сюда. И у нас будет всегда электричество. Да, давайте сейчас это по-быстрому сделаем. В принципе, его можно будет замуровать. Нам сюда доступ абсолютно будет не нужен. И даже вот эти стенки можно не доделывать. Единственное, что они будут распространять тепло. Как тут у нас? Да, они прям горячие. Здесь вот прохлада. 14 градусов. Ладно, как-нибудь справимся. Главное, чтобы у нас не пошли плохие газы и бактерии. Ну, да, бактерии здесь далеко. А плохие газы... А плохих газов у нас здесь просто нет. Наоборот, углекислый газ уходит вниз. Что, заработало? Да, смотрите, заработала наша труба. Наконец-то кислородная. Ну, слава богу. Так, давай тогда, Дмитрий Техник, что ж ты все время крутишь-то? Мне жалко тебя просто, что ты у нас теряешь огромную кучу времени на вот это все. Там уже... Пусть отключают. Все, пусть они отключают. Там у нас много водорода скопилось. Так, давайте думать. Смотрите. Кислород у нас на базе есть. Водород у нас для работы тоже есть. Так что с этим не нужно будет. Теперь вот эту сейчас они быстро достроят. Ну, после того, как я им дам пинка под задницу. Вот так вот. Они достроят провод. И здесь мы обрываем. И у нас получится здесь вечный двигатель, который сам себя всегда обеспечивает. Здесь вода портится. Еда, вернее. Еда. Еда портится уже 34%. Отличненько. Пищевик здесь... Во, испортилось. Подмести на 9. А здесь мы поставим тоже девятку, чтобы сюда приносили кормушка для существ. Чем быстрее принесут, тем меньше они умрут. Во, все. Просто голод. Но уже нету такого ужасного голода. Все. Пока вроде все нормально. Еда не в холодильнике. Да, мы специально так старались сделать. Заработано новое очко навыков. Роман фермер. А вот здесь вот уже рискованно, друзья. Смотрите. Он уже будет прям впритык по моральному духу, потому что мы ему... Ну, давайте. Я думаю, мы сейчас какую-нибудь еду вкусную сделаем. И Сергей Кулинар кулинарию прокачал. Водопровод. Нам очень нужна эта наука. Нам нужно извлекать из труб жидкости различные. И газа в том числе. Так что вот опустошение труб он теперь изучил. Вовремя. Спасибо тебе, Сергей Кулинар. Нам на базе это будет нужно. Все. Начали они заполнять грибы. Здесь они все делают. Науки никакие не изучаются. А вопрос, почему у меня не было сообщения о том, что науки закончились. Итак. Давайте посмотрим, что нам нужно. Нефть мы не нашли. Провода мы сделали. Здесь. Так. Ну, давайте. Вот. У нас, правда, нет еще ни одного человека, который у нас продвинутые технику изучает. Но мы заранее сделаем. Потому что больше изучать нечего. Заранее сделаем конвейерную лестницу. Кофеварка. Кислолитный цех. Здесь мы уже изучили костюмы. В следующей серии мы будем делать с вами костюмы, друзья. И предлагайте, как и где их поставить. Ну, во-первых, нужно один костюм будет поставить. Вот, возможно, вот здесь. Как раз у нас здесь идет прерывание. Правда, расстояние маленькое. Ну, что-нибудь придумаем. Да. Поставим, наверное, здесь один. Вот. А второй поставим в космос. Там, где мы копаемся. Вот здесь у нас медленно, но верно прокапывается в космос. Пока все нормально. Вот эта штука нам не нужна. Разрушаем ее. Вода здесь идет. Остужается. Здесь у нас 32 градуса немножечко. Вода все-таки немножко нагревается, что не есть хорошо. Ну и все. Дубликанты нашли себе место, где поспать. Комнаты у нас есть. Пока просто сидим и развиваемся. Вот, дружок. Давайте посадим сюда семя дружка. Растение. И побыстрее. А то я забуду. Вот так вот на восьмой приоритет. Так, а где они его возьмут? Где у нас тут валяется дружок? Вот у нас семя дружка. Так, давай-давай-давай-давай. Вперед. Понесли. Что случилось? Так, ну все. Вроде бы докопалось. Молодец. Так, почему она уронила, дружок? А, потому что у нее воздух закончился. Да. Вот так вот из-за воздуха будет проблема. Сейчас кто-нибудь подбежит новенький и сюда доставит. Отлично. Все. Сейчас подкормка. Воздух. И пошло, друзья. Все. Начал он распространять сразу же свои полезные бактерии. Убивают теперь вредные. Во, легочный слизь прямо на глазах начинает уменьшаться. Сейчас мы вот это все убьем. Тростневик нам тоже будет нужен. Так, давайте тростневик мы, конечно же, возьмем. Вот так вот прокопаемся. Здесь они прыгнут, прыгнут, возьмут вот этот тростневик. Пока пусть выращивается в дикой природе весь. Так, электросхема перегружена. Я знаю, что она перегружена. Во, докопались. Теперь быстро разрушаем. Причем на повышенном приоритете. А то они опять протупят. Разрушаем вот этот вот провод как можно быстрее. Так, тут вот наплевать. Но надеюсь, что они отремонтируют. Сейчас мы поставим. Приоритет сюда тоже девятый. На ремонт. Все. Теперь у нас эта схема будет самодостаточной. Она всегда будет работать. Всегда подставлять кислород. Причем автоматически он будет регулироваться, чтобы не превысилось давление. Да, вы удивитесь, но давление должно быть не только не слишком маленьким, но и не слишком большим. Иначе дубликантам будет некомфортно. И доступны новые объекты для печати. Грибные споры. Одна штука. Прям уже. Хочу. Жареные грибы мы сами сделаем. Разрушитель. Сразу нет. Плакса. Скорость использования туалета. Земледелие. Сила кулинарии. Творчество. Декоратор. Ну, хороший у нас мальчик Макс. Так, скорость использования туалета не так страшна. Грибные споры нам тоже будут нужны. Что же нам выбрать? Но я заметил, что чем больше у нас людей... Смотрите, у него кулинария, сила, максимальная нагрузка плюс 40 килограмм, а скорость уборки на 25% увеличивается. Он еще и творчеством может заниматься. Да, давайте возьмем еще одного человека. К тому же я обещал, что я дам максимальному количеству людей имена ваши. Все, берем этого Макса. Кстати, наверное, сразу же можно его здесь переназвать. Да, можно. Сейчас я посмотрю по списку, кто у нас следующий. Следующий у нас будет Кирилл. Так, следующий у нас будет Кирилл. Кирилл с двумя Л. И он у нас кто? Кирилл. Ну, назовем его декоратор. Кирилл Декор. Будем прокачивать его в декорировании, потому что нам нужно сейчас будет делать всякие картины, статуи и прочее. Все. Все, Кирилл Декор готов. Добро пожаловать, Кирилл, на нашу базу. Проверяем сразу же, что он у нас добавился. Да, Кирилл Декор сразу переименовался, и у нас уже 11 человек. Отпускаем с паузы. Есть где спать? Да, есть где спать. Вот у нас койки дополнительно. Знаешь что, Кирилл? Раз ты у нас декоратор, давай сразу же качнем тебе в декорирование. Не понял, Кирилл как-то нас прокинуло, если честно. Но пусть тогда улучшенная переноска будет. Семен Бегун в гриль. Да, гриль нам нужен. Все правильно, потому что там мы грибы делаем. Да, как-то нехорошо получилось. А кто у нас вообще с декорированием? Так, строитель, техника. Вот у нас Валентин, творческий человек, и ему нужно как можно быстрее прокачаться до гениального искусства. А пока давайте раздадим всем шапочки. Здесь у нас кто? Здесь у нас кулинар, поэтому дадим ему вот такую гриль-2. Дмитрий у нас техник, поэтому электрическая инженерия. Здесь агроном у нас улучшенное фермерство. Дальше творческий человек, эстетический дизайн. Здесь у нас прокачивается в гриль, поэтому ему тоже дадим гриль. Сильный улучшенная переноска и декорирование. Ну ладно, пусть будет тоже улучшенная переноска. Все отлично, друзья. У нас уже 11 дубликантов на нашей базе. Я надеюсь, что теперь-то уж точно науки пойдут по-нормальному. Большой трансформатор, монтажный провод, это мы уже изучили. Строение какое-то сломано. А как оно может быть сломано, если оно еще и даже... А, провод сломан. Провод, да, согласен. Я хотел, подумал, что за чудеса. Строение сломано, если оно даже еще и не построилось. Что-то у нас вот здесь плохо строится. Давайте увеличим. Вот так вот все сделаем. Он и провод отремонтирует, и древесины. Вон у нас сколько много древесины накопилось. Все, нормально, грибы будут, спать есть где. Все в порядке, 3%. Наверное, новенькие. Да, новенькие, когда прилетают, они офигевают от нашей базы. Место не подходит для постройки. Увеличение характеристик. Аня ученый у нас прокачалась. Давайте посмотрим. Дмитрий техник лучше. Улучшенная переноска. Нам надо вот мехатронной инженерии быстрее пройти. Обязательно сейчас это сделаем для Дмитрия. Все, давайте. Погнали. Ну, надеюсь, что теперь-то вы хотя бы будете работать по-людски. Так, здесь доделали, доделали. Труба не приходит и не уходит. Я знаю, почему она, кстати, не уходит. Потому что они ни вот это, ни вот это не доделали. Давайте сейчас сначала доделаем душ. Вот как-то так. Теперь вот это надо будет доделать, чтобы подать туда воду. Ох ты, у нас тут в туалете вода как... Да, рано я, очень рано сделал. Так, тогда надо как можно быстрее вот это, эту трубу сделать. Потому что у нас сейчас вся вода уйдет. А заканчивается, да, естественно, заканчивается рабочий день. Ну, кто-нибудь-то будет хоть что-нибудь делать на этой базе. Туалет, туалет. Да, пока вот нам спасло то, что сюда вовремя пошла вода. Нет, они пошли спать. Не получилось, друзья. Ну, ладно, сейчас как только начнется следующий цикл, у них будет все в порядке. И они, надеюсь, уже тогда доделают все туалеты. И вот, кто-то... А, сова у нас. Валентин творчество. Давайте посмотрим в расписании. У нас больше нету никаких сов. Да, нету сов. Но я думаю все равно сделать работу в две смены. Типа в первую и вторую, чтобы не было вот такого форс-мажора. Когда все ложатся спать, работать некому. Все, пошло, вода. Ну, что ж вы никак не доделаете. Что там? Девятый приоритет. Сейчас они доделают. Побыстрее, побыстрее. А то сейчас туалеты за... Все, пошла вода. Давайте сразу же мы разрушим вот здесь. Все, больше не нужно. И дальше она сама себя обеспечит. Эта вода пойдет сюда, эта вода... Ага, вот тут в чем проблема. Вот я увидел, в чем проблема. Вот даже... Давайте вот так вот на девятом приоритете. Из-за одной всего лишь трубы могут сейчас случиться некоторые неприятности. Здесь уже разорвали. Здесь проход есть? Да, есть проход. Причем с обоих сторон. Давай, побыстрее. Так, я боюсь, что сейчас сюда будет уходить. Нет, перерабатывается. И сюда пойдет вода. Ну, все. Доделали. Здесь доделали. Все, вода пошла. Отличненько. Сейчас она переработается. Заполнит вот эти вот трубы. И дубликантом будет есть, куда сходить в туалет и где помыть руки. Но смотрите, у нас всего три унитаза на 11 человек. Это какое-то издевательство. Поэтому я думаю, что нужно сделать вот здесь дополнительные квартиры, а здесь, наверное, поставить еще один туалет где-нибудь. Внизу уже нету места. Вверху вот, наверное, вместо этой комнаты. Так, что у нас с температурами? Может быть, где-то вот сюда. Кстати, да, было бы неплохо вот здесь вот еще один туалет поставить, чтобы им было куда ходить. Потому что я не хочу зелен... Вот сюда можно, кстати, поставить туалеты. Да, территория у нас вся хорошая. Ее очень жалко всю забивать. О, откопали что-то. Гейзер соленой воды. Ну, друзья, у нас воды теперь просто навалом. Здесь уже по самый край. Надо будет, кстати, немножко откопать. Не забыть в следующей серии это обязательно сделать. Ну что ж, пока все у нас развивается нормально. Здесь у нас газовый гейзер. Он пока не может работать. Все, давайте ставим и все будем делать. Это разрушаем. Вот так вот. Раз, два. Разрушить на девятке. Вот так пока. Разруш... А, нет, не надо. Вот так разрушим. Здесь они смогут залезть и все сделать. А эту лестницу почему они не разрушили? Ставим газовый насос. Причем его лучше всего поставить сразу из золотого сплава. Это пока лучшее, что у нас есть. Вот так вот ставим газовый насос. Это первое. Второе. Сюда нужно поставить какие-нибудь автоматические датчики. А именно включатель-выключатель. Вот так вот. Ну что ж, давайте, наверное, вот сюда можно поставить. Кстати, можно сюда поставить и сделать небольшую выемку. И если что, это будет самая ближняя просто точка. Почему бы и нет? Или все-таки поставить классически? Так, у нас тут алюминий и золото. Да, наверное, все-таки давайте классически поставим. Вот так вот проведем. Все. Теперь у нас здесь автоматика есть, провод есть. Электроэнергия. Электроэнергия мы крутые провода. Алюминий. Так, алюминиевые провода. Два. Но тут они как раз вот именно в этом моменте. Нам не нужно суперпровода. Нам нужно будет суперпровода вот здесь вот увеличивать где-то. Так, подключаемся сюда. Все. Сейчас они доделают и первое, и второе. Датчик уже сделали. Давайте сразу же его поставим пока на отключение. Вот так вот. Если выше невозможного значения, которого пока нет, то у нас будет работать. Все. Сейчас они сделают газ. Вот эту клетку мы сломаем. Все закроем. И он будет высасывать вот эту вот внутреннюю атмосферу. Так, у него что-то у нас с кислородом какая-то проблема. Они дышат очень тяжело. Что случилось? Может быть по трубам кислород не идет? Нет, по трубам кислород идет. Водород накапливается. Все в порядке. Система самодостаточная. Здесь они сделали. Молодцы. Вот так вот на шестой приоритет поставим. Ага. Алюминий. Давайте немножечко алюминия еще сделаем. Вот 10. Линька-крабушка. Раз-два. Здесь известь. Еще одну можно сделать. Ископаемые. Мы нашли три штуки. Отлично. И золотой сплав. 20 тонн. Ну вот так вот. Все. И, наверное, в следующей серии, друзья, мы будем с вами ставить станок по переработке стали. Давайте подумаем, куда его поставить первоначально. Ему нужно будет много воды. Вот у нас много воды. Вот у нас много воды. И ему нужно много электроэнергии. У нас вот, грубо говоря, много. Вернее, вот много электроэнергии. Можем сюда еще дополнительно поставить. Так что тут нужно будет подумать хорошенько, как это сделать. Но у нас что-то пища совсем не гниет. Не охлаждается. Пищевое отравление. Микробы испортилось на 10%. Побыстрее бы она вся у нас испортилась. 17 килограмм. Чтобы мы снабдили наших крабушков хорошей вкусной едой. Здесь урожай вырастает. Грибы, кстати, растут. И вот сюда они у нас постоянно... Ох, у нас 147 уже. Посмотрите. Жареный гриб 16. Пищевик 42. Но это не считается. Пищевой брикет 82. Да, еды у нас просто навалом. И давайте, друзья, на этой оптимистической ноте я завершу эту серию. Получилась она у нас невероятно интересная. Я добавил трех новых дубликантов. Так что добро пожаловать на нашу базу. У нас заканчивается 58 цикл. На нашей базе все хорошо. Мы на будущее себе нашли природный газ. Следовательно, у нас всегда будет электроэнергия. Ну, всегда, пока работает вот эта вот воронка. Мы нашли очень много воды, друзья. Если не ошибаюсь, мы нашли три источника. Раз, источник гейзер соленой воды, который легко переработать в питьевую. Еще один водный гейзер. Так, очень интересно. У нас где-то вот здесь. Да, вот у нас водный гейзер. Слушайте. Да у нас просто с водой. Ну, вообще великолепно все будет. И так мы и не прокопались в космос. Слишком много у нас было занятий на самой базе. Самое главное, мы нашли источник энергии. Это самое, наверное, главное, что мы достигли. И на этом, друзья, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте поделиться ссылкой на это видео прохождение со своими друзьями. А с вами был Никодим. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok